горный парк русский алла здесь карта и по номерам написано куда можно пройти что посмотреть а а а а а а а а и а и и и и и и и и полет над каньоном троллей можно прокатиться на троллее здесь написано правило сейчас девушка я показал и шарики сейчас еще и шарики шарик ему и 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 такие площадочки с указанием информации начала мраморного карьера 1763 год в первые годы царства не катерина великой начались горные исследования и были обнаружены запасы граммитов мрамуров других пород здесь рассказывается об этом можно отдохнуть на скамеечке посидеть такие площадочки сделаны выступы эта дорога идет подземные русские аллы здесь лодочная такая станция лодочки еще и подальше есть а здесь вот такие кораблики можно покататься здесь место сбора экскурсий подземную русские аллу билеты по времени продают на определенное время определенное количество человек такие вагонетки добывали мрамор гранит подземные русские алла с 1896 года открыто было и велись разработки и в санкт-петербург отвозился камень строился город а а тоже раньше было не зайти а то есть я что не и до дороги все это расстояние было засыпано толстым слоем отработки когда мы обнаружили где находится выход на поверхность экскаватор бытовал кранше до безопасности посещения была построена эта железобетонная конструкция штольня штольня это горно горизонтальная выработка имеющая прямой выход на поверхность через нее мы будем постепенно заходить в белую гору как это место называли местные жители пока не велась разработка месторождения на месте большого запопленного карьера возвышалась гора называть в этом месте хорошо видно что это действительно мрамор а не другая горная порода мрамор достаточно метамортизованная порода основные породы образующие это кольцы он белый и доломит он серый но и другие всевозможных примесей они ускоряют процесс окисления наш мрамор быстро темнее но несмотря на то что он не очень хорошего качества он широко использовался для украшения дворцов и соборов и ворог по Санкт-Петербургу и в три города основные оттенки такие как в этом месте белый и серый но встречается и красный в красный цвет окрашивают гидроокисложелезо а силикатные минералы окрашивают зеленый цвет был на этом месторождении даже черный бархатный мрамор темный бархатный оттенок мрамор придает график выход такого мрамора был на берегах реки Токмы в настоящее время в этом месте находится кафе для русскалка дребушек у нас здесь много а еще в этом месте можно видеть сине-зеленые возросли появляются они быстро что не тепло сыра освещение как раз все что для них необходимо и парни и вах все и парня и как вах п и В этом месте у нас основная ручка борода. Рассматривали буро обжирные способы хорошо буро обжирения, а для того, чтобы предохранять кровь для обрушения, на определенном расстоянии друг от друга оставляли колонну, она одержит кровь. Разработка велась по низкой одежде. Сначала была произведена очистка этого третьего горизонта, и рабочие перешли работать вниз на четвертой, после чего произвели обрушение передачи между горизонтами. Их соединили, где сейчас одна и длина 10 метров. В пятом элитоне можно попасть из асферы, но все, что за топлива должна быть доступна лишь для тех, кто увлекается пещерным дайвингом. Дайвинг Рускеала круглый год, разница в температуре воды незначительная. При условии теплого лета верхний слой немножко прогревается, ну а на 10 метрах глубже круглый год плюс 4. Зато вода чистая и прозрачная благодаря большой концентрации кальция. И несмотря на то, что она холодная и кальцинированная, не только большой карьер, но и даже подземное озеро обитаемое вводятся карась. Карась выживает везде. Зимой практически так же видно через год. Звучит музыка. Там еще лед не растаял. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать на «Нарologie» Это отрезок Для об Ну, а так и галатриза, который ведет в развилке в большом этапе. Все это почистили, забетанировали дорожку для удобства передвижения. Вверх на подземном озере сохраняется дух, обратите внимание на эту фотографию, а наверху уже зеленые листья. И в те времена, когда с гостями парта мы туда показывали таким экстремальным способом, прогуляться по льву, было даже на майский праздник. Хотя на майский мозги начинали открывать купальнюю депутат. Там, где проходили все, мы теперь не находили здесь в любом. А теперь, отчетки, две тысячи, там не встали, а у нее, что ты пошел, но надо, что у меня есть. Как много! Нет, там реально надо прямо посадить. Реально холодно. Реально холодно. Вот и перерыв в свой самый декор. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...